Для любого учителя, любой ученик — это в первую очередь огромная нагрузка, и это очень непросто. Ну, представьте, что вот у человека есть определённый уровень. Тут появляется один, два, три, пять, десять кого-то, который находится на другом уровне, и все концентрируются на нём, и все хотят от него получить определённую энергию. Что он будет испытывать, как вы думаете? Наслаждение? Это знаете, вот когда говорят, там, вот, там, секта такая-то, они все сектанты, они там такие-то, да, слышали, нет? Нет? Ну, чаще вот там обвиняют кого-нибудь. Я всегда, когда это слышу, я думаю, ну, блин, у людей язык вообще жесть. Знали бы они, каково этому гуруджи какой-либо секта тянуть на себе, тех, кого он тянет. Это адский труд на самом деле. То есть то, что он испытывает, поверьте, не многие просто выдержат. Ну, приведите какой-нибудь пример секты, и мы сейчас разберём, чтобы вам доходчиво было понятно. Это немножко другое. У них эгрегоры всё-таки христианские, как таковые секты, они только для официальной версии православия, которая инсталлирована на этих территориях. А так, там, баптисты, адвентисты, свидетели Ягова, там, какие-то, какого-то седьмого дня, там, свидетели, там, уж я не знаю. Ну, короче, их очень много. Что-то я помню, около 50 разных существуют конфессий на сегодняшний день, которые базируются на христианстве. Это немножко другое. Они хоть и друг на друга плюются, но там, как бы, с йогой это не сравнить. Это другое. Да, там есть какой-то наместник, пастор там или не знаю кто. А здесь секты с йогой стали? Да, в основном да. Ну, то есть в нашей стране, в этой, если секта, то это, скорее всего, связано с йогой или с развителем и самосовершенствованием. Последнее из того, что я слышал, это где-то на Урале какой-то там товарищ организовал какую-то секту, ой, извините, секту, ну, короче, какую-то группу, они построили себе какой-то там поселок, живут, здравствуют. Ну, в общем-то, раз его даже по НТВ показали, там, ну, лет, наверное, 15 назад показывали, что они там, в общем, сид парень, говорит совершенно дельные вещи, а его еще сектантом называют. А он говорит-то, в принципе, все по сути. Хотя он тоже что-то о христианстве говорил, то есть он что-то там про Христа, там, неважно. Но, в общем, есть какой-то лидер, который за собой пытается вести к какому-то светлому будущему, последователю, который у него поверили. Так вот у этого лидера колоссальные колеса проблем, мало просто кто это понимает. То есть он действительно тянет на себе, на своей спине вот тот груз энергии, который, в принципе, ему не особенно-то приятный. И представьте, что у него есть какие-то ученики, которые за ним следовали. И эти ученики с ним всегда выстраивали взаимоотношения. А теперь представьте, что у этих учеников карма была не самая благая. И они на него навешали много кармы. И он уже перестал быть розовым. Он уже не тянет просто вот тот груз, который у него есть. И с кармой других людей он может делать какие-то нелицеприятные вещи. И вот чаще всего случается так, что те, кто на него набросил свою карму, его же будут еще и осуждать, что он... А почему он не так делает, как раньше, например? Понимаете? Хотя на самом деле он будет переживать карму других людей, те, которые на него его и сбросили. Очень часто я сталкивался с такими ситуациями. Но это происходит только по той простой причине, что у этого человека, или в данном случае у этого кирпича, не было возможности очистить с помощью личной практики свою поверхность. Вот и все. А поэтому он как бы начал восприниматься определенными пятнами. Спасибо.